Если же врач вам советует сделать прокол, но вы не хотите, можно вылечить гейморрит без прокола. Если же все-таки вам специалист рекомендует сделать пункцию, это есть прокол, переживать не стоит. Это лечебное мероприятие, направленное на эвакуацию или удаление содержимого пазухи для того, чтобы воспалительный процесс был уменьшен и выздоровление наступило быстрее. Для врача это очень важная диагностическая процедура, с помощью которой он может увидеть содержимое пазухи носа, определить его состав и характер. Для пациента это очень важно, так как с помощью промывания пазухи через неестественное соусие, которое формируется иглой, освобождается пазуха от гноя, уменьшается напряжение, уходит боль, уходит давление, уходит головные боли, дискомфорт. И при этом врач может ввести лекарственный препарат непосредственно в пазуху и тем самым ускорить выздоровление. Пункция делается специальной иглой, прокалывается костная стенка, при этом образуется отверстие диаметром до 2 мм. Так как костная ткань растет со скоростью 1 мм в сутки, в течение 2 дней это отверстие закрывается, зарастает, слизистая пазуха восстанавливает свои функции и никаких последствий это не влечет за собой. Если же врач вам советует сделать прокол, но вы не хотите, можно вылечить геморрит без прокола. Для этого нужно будет потратить гораздо больше времени, усилий, ежедневно посещать врача, для того, чтобы он проводил процедуры, которые будут способствовать уменьшению воспалительного процесса, уменьшению отека, соустья пазух носа, для того, чтобы гной или слизь, которая содержится в пазухе, естественно могла выходить через естественные соустья, для того, чтобы воспалительный процесс быстрее ушел и при этом пункции можно было бы избежать. Продолжение следует...